Начнем наш сегодняшний вебинар. Я начал запись нашей встречи. Правильно, Марина. Главное, что отлично слышно. Если экран видите, то и слава Богу. Вы знаете, хочется всех поздравить с сегодняшним днем, с днем крещения. Это важно в православии, да и во всем мире, где он примет этот праздник крещения Христова. Крещение как таковое. Это так называемое очень важное таинство. Не будем вдаваться в его подробности. Просто примем его как праздник, праздник друши, чистоты, всего светлого, благополучного. И к этому располагает и то интервью, которое Алексей. Спасибо Алексею, он помогает. Сегодня ассистирует здесь опять. Нам показал. Значит, ну что хочется сказать? Хочется сказать много. Сколько удастся, столько удастся. Значит, приехал я из Словакии. Уж так сложилось, становится уже почти что с традицией, что Новый год мы начинаем с какого-то мероприятия. В прошлом году мы приехали из Праги, тоже где-то в середине января. Сегодня это была и Словакия, Высокие Татры, и Рига по пути. Семнадцатого у нас было большое мероприятие в Риге. По размерам может быть не такое широкое, а по своей значимости нисколько не хуже и не меньше, чем то, что происходило в Словакии. Каждое мероприятие хорошо по-своему. Хочется отметить, в свою очередь, и на нашем вебинаре то, что Словакия во главе с лидером словацкой структуры, Сантишиком Солором, провели достаточно, недостаточно, а просто мощную работу. Собралось более двухсот человек, даже мест там не хватало вроде бы так сначала, потом добавляли еще стулья. Люди были из Словакии, Чехии, Польши, из Хорватии, Италии. Ждали гостей из Нигерии, но вот не доехал гость из Нигерии. Но, тем не менее, мероприятие прошло на ура. Было на высшем европейском уровне подготовлено. И большое спасибо тем, кто это делали, и тем, кто там присутствовали. Директорат или, скажем, правление Skyway Capital тоже было достойно представлено, уже хотя бы только лишь потому, что был и Сибиряков, и был Евгений Кудряшов, ну и ваш покорный сруга, естественно, Инета Анжаны, Алексей Суходоев. Вот основная команда, которая там из нас была присутствовала. И, в общем-то, вместе мы смогли между собой там поработать. А кроме этого, очень основательно обсудили все болевые и деловые точки работы в структуре. Но это как маленький такой как бы обзор для вас о том, что происходило в Словакии. В Риге точно так же собралось много людей, было много вопросов. В информационных источниках вы все уже Словакию видели, увидите и Ригу. Пока я не перешел к... А, очень важно, вот что еще. Смотрите. Значит, как я бы хотел, прежде чем мы перейдем к тематике того, о чем мы сегодня будем говорить, хотел бы отметить еще ту динамику, которая происходит. Очень хорошо сейчас инвесторы откликнулись на рождественские пакеты. Вот, похоже, что это рождественские пакеты, потому что статистика показывает такой как бы оживленный интерес к инвестированию. Абсолютно, я бы сказал, даже в какой-то степени, но несколько более активно, чем который предполагался в начале года, это радует. И в связи с этим, я обращаю еще ваше внимание на то, что будут приятные новости вам, скорее всего, завтра утром, которые касаются пакета. Поэтому пользуйтесь тем, что у вас есть, и как бы используйте этот потенциал. Теперь, что еще очень важно. Я связываю еще и такую как бы нарастающую динамику инвестиционную с тем, что происходит вообще в нашей среде развития технологий Skyway. Смотрите, очень большая работа в конце года произошла, начиная после инотранса, до инотранса, но самыми такими на сегодняшний день значимыми являются и визиты Анатолия Эдуардовича Веницкого в Индию, который дал мощный такой как бы прилив потенциала. Целое, ну как бы, три основных конкурента, можно даже так сказать, которые сейчас стремятся к сотрудничеству со Skyway, ведут подготовительную работу, как развивать проекты в Индии. И между нами говоря, вы знаете, когда мы обсуждали в пути, мы были в пути, ездили на машине, смотрели, что происходит на европейских дорогах, это всегда переживание, причем поплеваться пришлось немало. Я сидел за рулем своей машины и, скажем так, имел большое удовольствие в кавычках постоянно, скажем, сотрудничать с фурами, которые снуют по дорогам Европы. И несмотря на то, сколько бы там этих дорог не было, разве что, когда на скоростную трассу попадаешь какую-либо, а их еще недостаточно в Восточной Европе, а мы ездили, в принципе, по Восточной Европе, это Латвия, Литва, Польша и Словакия, то большинство, более половины, если не сказать, что 70-75% дорог, это все как бы обычные дороги двусторонним движением. И это, значит, постоянные длинные хвосты на дорогах, это обгоны, это опасности, где-то, скажем, такие риски даже где-то, вот, и это все напрягает и очень-очень немало. Поэтому единственным утешением для нас было, когда мы ехали из Словакии в Ригу, экипаж был наш, боевой, нашей боевой машины, был, значит, Инета Анжаны, моя супруга, Сергей Сибиряков и я, вот, мы много чего там обсудили, вот, и в беседе выяснилась такая интересная вещь, что, смотрите, ведь начинали с адресными, с пилотным адресным проектом в Австралии. В Австралии всего населения, ну, там чуть больше 20 миллионов, если я не ошибаюсь, вот, и что такое Австралия, 20 миллионов, ну, да, у нее инвестиционный потенциал абсолютно невысокий. И вдруг мы сравниваем, что такое Индия. Это не на порядок, там на сотни, на тысячи порядков выше, да, на сотню, даже на тысячу почти что, или не на тысячу, почти на тысячу, ну, не важно, одним словом, на порядке выше потенциал. Это мощнейший рынок, и мы уже в преддверии того, что в ближайшее время будем говорить об адресных проектах и об адресном проекте, или о системе адресных проектов в Индии. Стоят Филиппины, Филиппины готовятся, значит, то есть расширение идет шаг за шагом, и как Анатолий Дарьевич сказал, что в экотехнопарке работы идут по графику, и я продолжу эту мысль, которую он высказал, что не хотелось бы сказать, что недофинансирование. Что такое недофинансирование? Он затронул эту тему, я ее просто слегка продлю. Вы смотрите, недофинансирование, это когда есть, значит, план, есть необходимость мощно финансировать, а мы сидим и топчемся на месте, и не можем финансировать, не можем идти дальше. Да, по времени какие-то вещи могли бы произойти быстрее, но слава Богу, что они идут так. И когда мы беседовали с Анатолием Дарьевичем Юницким, он сказал, вы знаете, очень важно то, что выдержать режим, чтобы нам не мешали, и второй режим, это режим так называемого стабильного поступления денежных ресурсов. Стабильного. Хорошо, и это будет здорово, значит, что будут поступать крупные инвестиции, но все крупные инвесторы говорят, что очень важно, когда идет стабильный процесс инвестиций и финансовые потоки. И только это выдерживает сейчас, и только это обеспечивает сейчас работу в экотехнопарке, работу проектировщиков, работу всего КБ, работу тех, кто делает, производит сейчас, мотор-колесо, ведь их тоже надо производить, тех, кто делают юнибусы, или юнибус и так далее, готовят следующие модели, эта работа вся ведется, осваивается производственные площади, укомплектовывается оборудование, это все расходы, ведь, смотрите, предполагалось, я просто вспомнил, когда Анатолий Дарович сегодня сказал в интервью, я первый раз видел это интервью, к сожалению, у меня возникла мысль, что смотрите, у меня сразу мысль проскочила обратно к тому, что запланировано в бизнес-плане, да, в бизнес-плане запланировано производство, но оно запланировано во второй половине этого года, то есть в середине этого года открытие производства доселе все планировалось несколько иначе, а мы уже сегодня практически имеем свой производственный площадь, более 2,5-2,6 квадратных метров, это очень мощный шаг и это дает как бы предпосылки для интенсивного развития дальше уже более содержательного не только транспортной структуры, но и транспортных средств, выпуска транспортных средств. Эти работы ведутся, они не сильно рекламируются по определенным причинам, но я обращаю ваше внимание, чтобы вы это учитывали как инвесторы и соответственно об этом могли бы говорить со своими как бы партнерами, которым вы рассказываете про Skyway. Итак, дорогие друзья, что еще хотелось сказать? Ну вот смотрите, давайте тогда перейдем к сегодняшней тематике, я открою сейчас, пойдем дальше, это адресные проекты и бизнес возможностей. Кто-то может быть сейчас из вас скажет, а что же там такой непоследовательный? В прошлый раз мы говорили про Аплайн, сегодня опять начинаем про адресные проекты, то есть такое как бы несколько непоследовательный. Вы знаете, дело связано с тем, что мы обсуждали сегодня со специалистами, которые готовят и занимаются программированием и вводят приложение Аплайн в нашу бизнес-среду, интернет-среду, там есть целый ряд вопросов и чтобы не заводить вас в заблуждение, не вводить в заблуждение. Мы приняли решение, что до тех, до какой-то определенный момент сейчас мы воздержимся еще от деталей, потому что сегодня мне надо было бы переходить уже к определенным деталям, но есть нюансы, от которых зависит то, в какой логике пойдет работа в приложении. И поэтому я его пока отложил Аплайновскую тематику и сегодня мы с вами будем беседовать на адресных проектах и бизнес-возможностях, потому что это все очень близко нам, оно очень важно и об этом будем говорить сегодня. Итак, смотрите, я несколько освежу нашу память или наше понимание того, что каковы перспективы развития технологии сковей, что она затрагивает. Мы привыкли или обычно человеку присуще узко смотреть на то, что он видит. Можно проводить тут аналогии, но тем не менее. И мы смотрим только на сковей. Не смотрим, да, говорим, что вот транспорт и так далее, но с тем, что вводится новая технология, она уже вошла, она входит, она обретает свое место под солнцем, она обретает свое место в будущих проектах новая инфраструктура транспортной системы. Она полностью новая. Вот много внимания Сергей Сибиряков уделяет, и вот особенности он в Словакии об этом говорил, что такой маленький нюанс, с одной стороны маленький нюанс, что сегодня мы имеем право говорить, что мы обеспечиваем, то есть транспортная инфраструктура, она является еще энергетической. До сих пор все спрашивают, откуда электричество брать будет, откуда дизельное топливо, будем ли на дизеле ездить. Сегодня мы уже спокойно говорим о том, что эта система, инфраструктура транспортной системы будет сама производить электричество. Зададите вопрос, как? Очень просто. Дело в том, что на выставке я не буду вдаваться в подробности, о них лучше говорит Сергей сибиряков, я не присутствовал, но факт освещу вам, что на выставке со специалистами, подходили со специалистами Сколковым на московской выставке, где наша технология была представлена, и сообщили такую новость, хотя это не новость, я могу тоже привести не только Сколковым этим занимается, в Европе есть, и даже в Эстонии есть разработки так называемых, значит, у них есть, скажем, по-русски-то, Господи, сказать, на одним словом, не ветровые, а воздушные генераторы, они работают, воздушный генератор электроэнергии, который работает от легкого дуновения движения воздуха вообще как такового, он не пропеллерный там своеобразный, или не, он скорее всего винтовой, даже его так можно назвать, вот, и такие устройства презентовали и рассказывали о них из Сколковых, и оказывается, что если когда, не если, а когда их использовать на опорах, на транспортной структуре, то фактически, а вы представляете, сколько опор, какова вообще транспортная структура, это и вертикальные, это и горизонтальные соединения, то можно укомплектовать таким образом, что все движение воздуха будет использоваться и будет генерировать электроэнергию в сеть, в транспортную сеть, и получается так, специалисты КБ быстро посчитали, сказали, что условно говоря, мы имеем право сегодня говорить, а если используют еще и солнечную энергию, то есть на так называемые солнечные накопители солнечной энергии, которые производят тоже через определенные устройства электроэнергию, а это тоже опоры, это тоже горизонтальная транспортная структура, там все это нужно будет устанавливаться, то фактически скажем так, из того, что будет транспортная структура производить электроэнергию, 20% будет использоваться для своих нужд, и 80% продаваться наружу в систему, и это уже абсолютно другая электроэнергия, чем ветровые генераторы, которые доселе устанавливаются, там совсем другая история, поэтому это очень важная заявка, транспортная новая транспортная система, дает абсолютно новый посыл для движения дальше. Теперь смотрите, следующее, давайте посмотрим, что здесь на нашем рисунке еще есть. Следующая тема, это новая инфраструктура объектов недвижимости. Что это за объекты недвижимости? Это посадочно-пересадочные станции различные, это первое, что с транспортной структурой связано. Следующее, это абсолютно новые здания. Вот, видите, здесь издалека видно, например, видите, какое здание, это абсолютно новый объект недвижимости. Когда мы рассматривали один вариант здесь развития в Таллине, то, например, рассматривался вариант, как соединить где-то более пяти километров под высотным, за счет строительства высотных зданий, которые уже запроектированы. там надо только дополнительно перепроектирование или допроектирование сделать. И что выяснилось? Выяснилось, что стоимость здания, если его использовать как базу для опоры транспортной структуры, его стоимость увеличивается от 8 до 15 процентов, может увеличиться. Стоимость здания. и не надо строить ничего нового. Это абсолютно новая вещь. Но его функциональная способность, как здание, его так называемая недвижимостная ценность повышается в разы сразу же. То есть это дает абсолютно качественно новое понимание к недвижимости. Теперь смотрите, это вся линейная структура, когда скоростная трасса, неважно, скоростная, там, грузовая трасса прокладывается. Вместе со трассой можно и нужно будет и будет развиваться жилая линия или линейные города, линейные поселения, линейные структуры. О них мы тоже говорили, я в подробности не буду вдаваться. Это абсолютно объекты и сельского хозяйства, это и новые, то есть масса недвижимостных объектов. Ага, тут есть вопросы. друзья, подожди, так, 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 идёт хочу жить. Да, да. А, цену квартиры такой башни. Вы знаете, цена квартиры такая же, как она и есть. Ведь, смотрите, цена квартиры не повысится. Кто там спрашивает? Тонат, да? дело в том, дело в том, что стоимость, вот интересно, как раз то, что стоимость, себестоимость, извиняюсь, здания повышается на 10-15%, а стоимость квадратного метра, который я или вы или кто-то другой будет покупать или арендовать, она не повышается, потому что здание получает дополнительную функцию. и это не распространяется на тех, кто в нем живут. И это очень такое, даже непонятное где-то явление, но оно как таковое есть, потому что здание, оно вписывается в транспортную структуру и будет получать свои определенные как бы доходы те, кто будут эксплуатировать это здание. И это не отразится на жильцах этого здания. Или если отразится, то отразится абсолютно минимально какой-то вот я приводил по одному проекту опять-таки тоже, где мы тут в Сталине примерялись еще в прошлом году, то там, допустим, для арендаторов, для арендаторов то, что будет на территории трасса полтора километра условно, это добавляло к аренде, стоимость аренда одного квадратного метра 12 евроцентов только. 12 евроцентов. Это абсолютно ничего. Вот. А что касается жилья, то нисколько там не увеличится. Вот обычно такое высотное здание в Таллине квадратный метр стоит, его себестоимость от полутора, где-то в районе полутора-двух, ну так скажем, полутора тысяч долларов, а скажем, реализационная стоимость это от двух тысяч и выше. Вот. Поэтому это ничего страшного здесь нет, это все нормально. не хозяйственник Марина Ладно, идем дальше. То есть недвижимость забыли, пошли дальше. Новая инфра, где тут моя стрелочка, новая инфраструктура системы взаимосвязи. Взаимосвязи очень много, это, под это можно полностью, например, взаимосвязи какие? Это транспортные взаимосвязи, это абсолютно новые юридические взаимосвязи, то есть мы будем дальше немножко говорить о том, то есть организационные взаимосвязи будут, организационные правовые взаимосвязи будут тоже сильно, не сильно, а будут меняться, скажем так. Они будут совершенствоваться, даже уже хотя бы через то, что будет как бы новые возможности управляющих, создания управляющих компаний и участия через это в бизнес-проектах. Об этом мы еще поговорим сегодня тоже. То есть различная инфраструктура системы взаимосвязи, это чисто я говорю с организационно-правовой стороны, но смотрите насколько будет меняться система и структура взаимосвязи информационных, например. Ведь транспортная структура является базой для прокладки различных коммуникаций. В первую очередь это так на свете волоконных кабелей. Все, этим все сказано. Мы сегодня даже еще может быть и не все представить можем, что значит прокладка световолоконного кабеля параллельно с прокладкой транспортной структуры. Это очень мощный ресурс. Не надо врываться в землю, не надо ничего делать, не надо отдельную защиту этого кабеля осуществлять. Это все в комплексе совместно с транспортной структурой будет реализовано. и мы даже сегодня не знаем, что значит прокладка. Можно предположить, вот у меня сейчас мысль побежала, в хорошем смысле этого слова, и я даже начал предполагать, что если правильно посчитать, то построив, условно говоря, 100-километровую какую-то транспортную или грузовую трассу, привязав к ней световолоконный кабель, можно будет получить такую финансовую как бы расчетную систему, что за счет эксплуатации световолоконного кабеля значительно уменьшатся эксплуатационные расходы самой транспортной структуры. И это опять благоприятно влияет на стоимости и на различную расходную часть проекта транспортной структуры. То есть это очень мощный ресурс. Вот. Далее смотрим. Смотрите. Значит, взаимосвязи пока оставим их. Возьмем дальше. Новая инфраструктура производства. Уже мы видим, что это такое. То есть начинает выстраиваться логика производства. Ведь все то, что связано со строительством транспортной структуры, это абсолютно новая технология строительства транспорта. транспортных путей или транспортных магистралей. Ведь я уже говорил неоднократно, повторю, что те транспортные магистрали, которые выстраивают и строят по технологии Skyway, они уже являются так называемыми роботизированными. То есть их строить будут роботы. Да, вы скажете, Макс, давай посмотрим, что там происходит у нас в экотехнопарке. Конечно, сейчас там делается все вручную, но делается для того, чтобы ближайшее же, ближайшее, даже к концу этого года уже целый ряд операций мог бы выполняться. Каких операций? В первую очередь это значит все, что связано с металлоконструкциями. Это абсолютно роботокомплексы будут осуществлять все сварочные работы. после того, как будет отсертифицирована технология как бы, ну, назовем это так, натяжки струн элеванта, она тоже будет полностью роботизирована. Там нечего будет больше делать человеку. Выверены будут все в процессе сертификации выверены все движения, выверены все надежные как бы операции и передано будет все роботам. Это будет специальный роботокомплекс, но их-то тоже надо выпускать. То есть абсолютная инфраструктура производства будет развиваться, расширяться и выстраиваться на вот эту технологию. И теперь возникает вопрос, вот задавали вопрос и в Риге, и кстати в Словакии, что а что если кто-то ну, как бы стырит, как говорит задорно стащит технологию и начнет где-то там строить. Но пускай строит, если он вручную это все может делать потихонечку будет там ковыряться. Все равно настолько надежную, настолько скажем мощно развитую не сделают. Подделка может быть, ну, если кому-то выгодно. Я на этот счет везде говорил и повторю здесь, что не стоит сильно расстраиваться. миллионы, десятки миллионов километров надо строить и места хватит. В ближайшем будущем, это уже в ближайшем будущем, с 5-6-го года, мы все равно, даже корпорация Skyway будет вынуждена определенно значит создавать сеть уже так называемых производств и так далее. Посмотрите, что произошло с мобильной связью. Сегодня кто только не производит, но основные производители их 3-4. все больше нету и всем места хватает на мировом рынке. Точно то же самое будет в транснете, то есть транспортной технологии в развитии транспорта. Поэтому новая инфраструктура производства это новое движение вперед. это шестой технологический уклад как вы видите здесь не будем вдаваться почему шестой и седьмой а это преддверие седьмого шестой уже вовсю идет об этом говорит Сибиряков об этом говорит Суходоев не буду отбирать у своих коллег хлеб об этом говорит и Лариса Артамонова время от времени но тем не менее я отмечаю что мы в новом технологическом укладе он несет с собой целую массу изменений новых как бы развития новых реорганизаций это новая экономическая эволюция мира но дорогие друзья я здесь воспользовался слайдом но к нему хочу добавить что новая экономическая эволюция она не реализуема без социальной эволюции а социальная эволюция она ходит рука об руку с культурной эволюцией и я бы сказал даже где-то с революцией культурная революция должна произойти потому что скажем так не вдаваясь в подробности я просто запускаю эту мысль вам подумайте ее дома что на мой взгляд как эксперта я сегодня не вижу возможности чтобы эволюционным способом перейти в новый следующий следующий технологический уклад не стряхнув себя не стряхнув себя скажем груз старых культурных традиций которые мы тащим от первого технологического уклада до шестого и мы сейчас в нем несем мы его несем и в интернет время на пятом укладе потому что смотрите насколько интернет да он способствовал и способствует продвижению информации но посмотрите какие сколько он несет с собой отрицательных как бы культурно социальных ну скажем последствий подумайте об этом это и здоровье это и эмоции это много много еще другое и так пойдем дальше новый технологический уклад а еще важно здесь вот что смотрите новая вот я забыл что здесь такой слайд новая духовная эволюция сознания человека но ведь здесь надо еще помнить то что мы идем от родового уклада родового семейного уклада всеобщей кооперации и это требует абсолютно нормального перехода нормальной перестройки без этого мы далеко не уйдем здесь есть потенциал и так мы пришли с вами плавно к тому где мы находимся сегодня мы сегодня на восьмом этапе всем знакомая картинка здесь у нас инвестиционный как бы залог под инвестиции в 20 миллионов долларов 7,5 миллиардов долларов акций или акций на такую сумму 9 этап рядом 10 уже тоже смотрит заднюю дверь этого помещения то есть эти этапы пройдут достаточно быстро но я не хочу пугать я просто скажу что это потенциал на самый ближайший потенциал здесь 70 миллионов 70 миллионов да и здесь у нас практически с вами 19,5 миллиардов акций горизонт инвестирования транспортные адресные проекты он уже становится еще больше но пока нет предварительных протоколов я не буду говорить что эта цифра значительно больше и это радует радует потому что и вы знаете почему потому что это все заказы для глобал транспорт инвестмент то есть для компаний которые являются материнской компанией той компанией евразия на рейл скайвере систем сколдинг акции которой мы с вами получаем в залог и становимся владельцами этих акций это очень важно для нас когда мы говорим о том каковы могли бы быть и каковы будут и какие есть возможности как бы бизнеса в дальнейшем я говорил здесь о том что просто адресные проекты сейчас мы несколько разберем это еще и теперь просто для того чтобы понимание было бы повторение мать учения потому что инвестирую 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 инвестируют и так далее во что мы инвестируем дорогие друзья что является что такое инвестиционный продукт для инвестора повторю это кто-то скажет мне это акции нет дорогие друзья кто-то скажет что ты споришь это технология опять-таки нет кто-то скажет ну так ясно все время же говорим о том что это экотехнопарк И тоже нет. Вы скажете, совсем масло съехал своим умом. Да, и нет, и да, дорогие друзья, все это, эко-технопарк, если это продукт, но он же нереален, если бы не было акций. А акции мы могли бы с вами выпустить или мог бы головная компания выпустить акции, если не было бы технологий? Нет. Нет. Теперь технология сама по себе, хорошо, выпустили акции, сидим, ждем, когда вдруг кто-то когда-то будет что-то, куда-то выведем на рынок эти акции. С какого бодуна мы их туда выведем? Только лишь если или не если, а когда эко-технопарк даст возможность этой технологии ожить в металле, в конкретных технологиях, уже апробированных и отработанных на юнибусе, юнибайке, на юнитраке, конкретной транспортной структуре. Вот тогда эти акции станут очень интересными, еще интереснее. Сегодня мы только соображаем, что они такими будут. Тогда они реально такими станут. Они уже сегодня интересны. Потому что мы знаем, что это триединый продукт, это технология, которая стоит на реализации через эко-технопарк, а эко-технопарк стоит на реализации через инвестиции за счет залоговых акций, за счет того, что идет инвестиционный процесс. Вот является что инвестиционным продуктом. И поэтому ни акции являются продуктом, купли-продажи не происходят, ни эко-технопарк не является продуктом как таковым купли-продажи, он тоже не продается. И технология не продается. Будет продажа лишь только тогда, когда технология заработает через эко-технопарк, начнется строительство трасс, и тогда акции будут выведены на биржу, и вот тогда возникнет рынок акций. И тогда акции будут продаваться и покупаться. Сегодня мы инвестируем и получаем залог акций. Понятно? Идем дальше. И теперь смотрите, значит, что нас с позиции адресных проектов нас интересует больше всего вот эта вторая линия. Но она связана с повышением компетенции и поддержки ассоциаций. Вот кооперация. Создаю. Есть у меня портфель акций. Становлюсь интересным. Для меня становится интересным то, что будет дальше с технологией Skyway. Это, значит, есть возможность входить в ассоциацию, есть возможность активизации своих акций через адресные проекты и инициации, и почему бы и нет, самому участвовать в инициации адресных проектов. Быть автором такого проекта. И это все абсолютно реально возможно, дорогие друзья. Это есть наш, как бы, ну, бизнес-потенциал уже с так называемой организационной или ресурсной стороны. Еще одна такая, как бы, грань. Я бы сказал, достаточно важная грань, чтобы понимать, где мы находимся и каковы наши возможности. Вот. И теперь смотрим, что же происходит дальше. Да, всемирная ассоциация инвесторов-предпринимателей, инвесторов Skyway. Это реально возможно, но это организационно поддерживающая структура, и нас она сейчас не сильно волнует. Поэтому идем дальше. Смотрите, разве что только лишь для того, чтобы как-то вот осознать. Я нарисовал специально пирамиду. Говорят, что вот все пирамида. Конечно, пирамида. Но, что интересно, специфика нашей пирамиды в том, что во главе пирамиды стоят не Global Transport Investment, а акционеры, они являются базой этой пирамиды или содержанием этой пирамиды, а в основании, в самом низу, лежат технологии Skyway, Экотехнопарк и Skyway Capital, которые работают и помогают в первую очередь Skyway Capital, RSV Systems, ну и в какой-то степени еще и SWIG пока, насколько я знаю. Значит, это все лежит в основании. И это все является тем, что, как бы, ну, было бы неплохо, и к этому мы идем, но не большими и не слишком спешными шагами, это Всемирная Ассоциация Инвесторов Skyway. Worldwide Association of Investors of Skyway. Вот. Поэтому это так одно отступление. И теперь переходим к адресному проекту. Сейчас я посмотрю, что тут еще есть. Ага. Да. Итак, смотрите, в какой позиции мы сегодня посмотрим с вами на адресный проект. Что бы нам сегодня важно в этом плане знать? Значит, ну, как бы, хорошо говорить о том, хорошо говорить о том, что где-то я буду участвовать, вхожу в ассоциацию, буду с кем-то копирироваться, через что я могу активизировать свои акции и когда. Насколько, каковы перспективы и к чему это ведет. Вот возник такой интересный вопрос. А, ну так давайте быстро сделаем адресный проект, и у нас посыпется манна небесная. Я не люблю опускать людей ногами на землю, но приходится иногда это делать, в первую очередь, для самого себя, когда начинаешь смотреть, какова реальность. Но это сегодняшняя реальность. Понимаете? Сегодняшняя реальность с позиции сегодняшней реальности. А мы-то с вами где находимся? Мы с вами, дорогие друзья, находимся уже в шестом технологичном укладе и говорим, что идут целый ряд изменений, новая, значит, система взаимосвязи. И исходя из этого, сегодня я вам могу сказать, что сюда, что это, вот эти цифры не совсем корректны. Если первая половина, от пяти до шести месяцев, что является так называемой предпроектной фазой, предпроектная и проектная фазы, да, это три с половиной этапа, то это более-менее правильно. Тут, скажем так, выше крыши не прыгнуть, потому что этот этап, он является так называемой зачатие проекта, а вы знаете, что от зачатия до рождения человека должно пройти 9 месяцев, то здесь должно тоже пройти и нереально. Пока, пока нету таких революционно-правовых технологий, которые позволили бы вот эти все этапы пройти быстрее. Что касается этап строительства, то, дорогие друзья, тут уже есть нюансы, которые можно будет учитывать в новом технологическом укладе и строить значительно быстрее. Потому что если отталкиваться от того, как это происходит вручную, то да, как только мы вводим, начнем вводить так называемые роботизированные комплексы, которые будут осуществлять процедуры, и как я вам уже говорил, что эти процедуры можно, или эти так называемые сборки и установки транспортной структуры можно осуществлять не с точки А в точку Б, между которыми 100 километров, а разбить эти 100 километров на 100 участков, или там, ну ладно, может быть, рационально разбить на 25 участков и осуществить каждый участок движением навстречу друг другу. И осуществить целый ряд процедур строительства. Да, есть, вы скажете, что бетон там, он не твердеет там быстрее, там определенного времени и так далее, и так далее. Но в процессе организации можно вполне сложить таким образом, что эти 2,5-5 лет могут превратиться в один год. Это абсолютно уже, даже я сегодня тут не сильно вам солгу, если я скажу, что это достаточно реально. Зависит, конечно, еще от многих других дел, но это предполагает, что процесс производства и поставки всех комплектующих элементов уже отлажен. Вот есть такое, как бы, ну, обобщенное право, условие, которое говорит о том, что это должно было бы идти и осуществляться. И это база наших адресных проектов. Поэтому сегодня не является основным раскрытием всех этих этапов. Мы сейчас не разбираем с вами технику и технологию ведения проектных работ. Мы просто смотрим, что это значит во времени, как это влияет на процессы и где мы могли бы участвовать. И это значит, что к тому моменту, когда начинается адресный проект, вот здесь, на первом этапе, вот здесь, я извиняюсь, забыл выключить телефон. На нулевом этапе здесь, чтобы начать адресный проект, должна быть осуществлена так называемая организационно-правовая подготовка ведения всего этого проекта, хотя бы для начала и потом. То есть вся картина, бизнес-план и расписание всей идеи ведения проекта должна быть ясна. И далее начинается проработка проекта. Нулевой этап этой инициации адресного, это описание. Этап, да, кто-то может взять на себя и эту первоначальную стадию провести и здесь начать где-то, допустим, после одного месяца, начать те работы, о которых я сейчас дальше буду говорить. Но, тем не менее, это надо делать. Вот, то есть описать проект, циницировать, найти стороны проекта, кто в нем будет участвовать и так далее, и так далее. Сделать первичные расчеты на коленке, ориентировочные и так далее. Вот, и тогда только начинать подготавливаться, финансировать, заказывать презентационные материалы, предпроектные предложения, значит, расчеты и так далее, и так далее. И выйти тогда только сюда, когда начинать крупных инвесторов привлекать. Если их здесь не нарисовалось, если их здесь не оказалось. Если они здесь есть, то, как говорится, слава тебе, Господи, что это так произошло. И теперь посмотрим, что же происходит. Смотрите, здесь теперь, исходя из этого, я еще раз хочу вам показать, что нужно для того, чтобы адресный проект состоялся или начал осуществляться. Инициаторы, организаторы адресного проекта. Если таковых нет, кто это могут быть? Вы, любой из вас, почти любой, скажем так, который разбирается в одних или иных вопросах. Это может быть человек, который уже какими-то проектами работает. Это может быть просто человек, у которого есть идея. Он знает, как ресурсы связать, но не знает, как это делать. Вернее, не знает, как ввести сам проект. Он обращается к квалифицированным или компетентным специалистам, привлекает их в команду. И обращается на определенной этапе, обращается в Global Transport Investment или головную компанию. И тогда, в случае состоятельности первой, на первом этапе состоятельности этой идеи, появляется возможность создания фирмы, иницирующей адресный проект. Но, видите, здесь не случайно появились два таких рисунка. Акционерный капитал и акционерный капитал. То есть, Global Transport Investment или какая-то из компаний головной, из концерна Skyway, участвует в инициации, участвуют инициаторы привлеченные, и эта компания должна и хорошо бы, чтобы она имела, что вложить в адресный проект, в управляющую компанию акционерный капитал. Если Global Transport Investment не идет отдельно, а идет отсюда, это один подход. У нее есть ресурс. Она может тоже участвовать в этом деле. В любом случае может отсюда участвовать. И это хорошо, когда она участвует через фирму, иницирующую, и, кроме того, напрямую управляющую компанию. Это создает определенную подоплеку, определенную базу для взаимоотношений с инвесторами, или с фирмой-инвесторами, или с фирмой-инвесторами в адресный проект, и дает возможность введения финансирования адресного проекта именно на предпроектных стадиях, вот до третьего этапа. Сколько процентов? Тут по-разному можно рассматривать это дело. Суть сейчас не в этом. Главное то, что вот здесь я написал, что адресный проект, допустим, если он стоит, весь адресный проект 100 миллионов, ну, неважно, там, 100 миллионов, да, какой должен быть акционерный капитал этого адреса, этой компании, управляющей компанией адресным проектом? Все зависит от того, как будет осуществляться финансирование этого адресного проекта. Вот. И таким образом, за счет своих акций, которые есть у инвесторов, за счет привлечения этих акций, мы можем создать определенную долю в акционерном капитале, за счет опционных договоров, участия акционеров, через ассоциацию, через какой-то фонд, да, и привлекать уже инвесторов с реальными деньгами. Инвестором может быть одновременно и компания, которая берет на себя строительство. Ведь, когда она посмотрит, а, да, здесь серьезные ребята, здесь есть акционерный капитал, я хочу участвовать в этом проекте, она будет осуществлять целый ряд финансовых потоков, организовывать через свои каналы. Потому что она получает работу, ее работники получают, она получает заказ, ее работники получают работу, идет процесс, как бы, производственный процесс. И это нормально. Сейчас большинство проектов так и ведут. Таким образом осуществляется адресный проект и создание управляющей компанией адресным проектом. Адресный проект начинает жить. Если есть заказчик, хорошо. Если заказчика прямого нет, а есть просто пользополучатель, ну, практически это тоже заказчик, но у него нет просто денег. Это муниципалитеты иногда бывают, пользополучателями, например. Для них там государство будет финансировать. И они в какой-то степени становятся тоже заказчиком. Вот. Это может быть, а если это заказчик, который говорит, я готов у вас там на каких-то условиях потом с вами договориться, вы начнете эксплуатировать, потом там 25 лет, вот, я сейчас сильно не буду вкладываться в это дело, тогда, но даю гарантии. Такие-то, такие-то гарантии. Давайте сделайте этот проект. Тоже вариант. То есть, понимаете, этот вопрос начинает решаться уже в процессе создания управляющей компании и создания самого бизнес-проекта, создания бизнес-проекта, вот на этой стадии, вот где-то здесь, отсюда и далее, вот до этого момента. На четвертом этапе, когда, вернее, в конце третьего этапа, на проектной фазе третьего этапа предпроектные и так называемые инвестиционные обоснования сделаны, к тому моменту уже должна быть картина ясна, что и как финансируется, какие залоги, какие договора заключаются и так далее. Поэтому здесь очень важно то, что существует управляющая компания, и сюда мы сможем с вами в будущем вкладывать определенную долю тех акций, которые будут находиться, они находятся сейчас в регистре, а в дальнейшем мы можем это дело с момента, когда они выйдут на международную биржу, то есть станут обращаемыми, то есть войдут в оборот на международную бирже. С того момента мы сможем ими воспользоваться и вложить сюда. Есть варианты, но не буду я сейчас забивать вашу голову, есть варианты, когда даже бывает и так, что если головная компания и акционеры общества примут решение, что можно акции как бы отягощать определенными обязательствами, а это акцептируется другой стороной, то тоже реально возможно, что даже еще до выхода на международную биржу определенной операции создания уставного капитала вот этой компании можно осуществлять и привлекать под это уже реальные деньги инвестора, реальные деньги заказчика. Но это вопрос договоренностей. Поэтому, дорогие друзья, идем дальше и смотрим, как бы что еще важно. Вот и в Словакии, и, значит, когда мы обсуждали, то выяснилась такая вещь, что абсолютно с позиции ведения бизнеса в адресных проектах очень важно со стороны ассоциаций это функция, которая должна быть осуществлена. Это копирация инвесторов и создание содействия и решения инвестиционного рынка, то есть привлечение различных территорий, привлечение различных возможных инвесторов, создание условий для их вхождения в этот бизнес. Второе, это организация переподготовки, обучение кадров. Мощнейшая нужна будет, потому что отжидать от того, как среда окружающая, институты, университеты, головная компания, там, не важно кто, и вообще-то не ее задача обучать и заниматься подготовкой, обучением кадров. А кадры нужны, понимаете? Даже уже хотя бы для ведения, хотя бы для ведения вот адресных проектов, связанных с транспортом нового поколения, уже определенная переподготовка нужна. Потому что большинство будет по старой схеме ведения проекта, он и есть проект, понимаете? Но здесь возникает целый ряд новых аспектов, которым в любом случае придется, нужно будет обучаться вести переподготовку кадров. Отдельная история инициация транспортных проектов в Скайвей. Это же не значит, что кто-то где-то должен стоять и говорить, давайте инициируйте, давайте инициируйте. Да, сегодня есть уже только в Индии там десяток возможных, возможных, говорю пока, не до конца с инициированных, просто обозначенных проектов. То есть, инициируется, идет процесс подготовки инициации адресных проектов. Всего их порядка 20 в разной стадии. Они идут, но, дорогие друзья, мы-то хотим, чтобы сюда в GTI поступали заказы. Да, с момента, когда осуществится и продлится или как бы не начнется, а будет пройдены определенные этапы сертификации, поэтому почему бы и нам не быть с вами. Не всем, не надо всем быть, а скопирировавшись, ассоциация может вполне быть той средой, где будут подготавливаться инициации адресных проектов, а остальные тогда уже будут смотреть обоснован проект. Начнем привлекать финансирование и управление проектами, то есть, начнем организовывать финансирование проектами и так далее. Это сможет начинать делать наша с вами ассоциация. Но это будущие шаги и с этим сейчас мы пока форсировать не будем. И еще, что было отмечено, что организация привлечения юридических лиц к инвестициям. Это тоже могла бы быть одна из функций, которые ассоциация могла бы очень сильно своим акционерам помогать, чтобы привлекать юридические лица. Но это отдельная тема нашего разговора. Так, есть ли вопросы? Владимир, а от заказчика адресного проекта что зависит, на каком этапе от него придут деньги? Евгений, вы знаете, дело в том, что заказчик адресного проекта они могут быть и на начальном. Ведь смотрите, приведу конкретный пример. Это все зависит от статуса заказчика. Проект, о котором мы говорили с вами в начале года, таллиннский проект небольшой, полутора километровый, там заказчик частной, несколько частных компаний, и они сказали, вот они на этом этапе, на этом этапе, мы были тогда вот на этом этапе с ними, вот, подготовки презентационных, мы подходили, вот нулевой этап, мы с ними обсуждали нулевой этап, откровенно говоря, да, и здесь часть работ презентационных материалов провели просто за свой счет, конкретно я провел за свой счет, и что-то они там тоже слегка проинфинансировать, здесь выяснялось, как могли бы идти дальше, и там заказчик, вот в этом, в том проекте, был готов полностью, значит, провести финансирование всех этапов, всех этапов, и профинансировать в первую очередь вот эту часть, то есть предпроектной работы, когда я задал вопрос и сказал, что, ну вы же понимаете, дорогие друзья, что, предположим, что выяснится какой-то факт, который отодвинет, то, что SkyVay технология не сработает, здесь практически это исключено, но мало ли что может возникнуть, что, что по, как бы, не будет способствовать и не покажет, что проект надо сделать через 2-3 года и так далее, мне был дан ответ, было сказано, что, ну вы же понимаете, что мы, тем не менее, работаем над развитием нашей территории, над привлечением арендаторов сюда и это для нас в любом случае проработка, она очень важна, даже если мы на 2-3 года положим предпроектную документацию на полку, она будет ждать, для нас это ничего страшного не сделать, поэтому, вот так распространяли, так, как бы, слишком детально или в сторону я, может быть, ушел, но заказчик в той ситуации был таков, что у него был, он я, и он сказал, что и нам не нужна будет никакая поддержка, мы с вами спокойно профинансируем все те 10,5 миллионов, которые расчеты предварительно показали, будет стоить эта трасса, они сказали, для нас это в любом случае дешевле, чем строить трамвайную линию, это был такой заказчик, но есть целый ряд заказчиков, у которых фактически нет денег, вот, например, с того проекта есть муниципалитеты, в котором один из муниципалитетов мы рассказывали, разговаривали, там 12-15 километров надо прокладывать из города в этом муниципалитете, там много как бы производств перенесены из города вынесены Таллина, и они говорят, там выяснилось, что там надо где-то порядка 32 миллиона, они говорят, у нас годовой бюджет такой, 32 миллиона евро, откуда мы возьмем эти деньги, у нас таких денег нет, тогда начинается собираться определенный финансовый пул, или ищется инвестор, ведь задача заказчика какая? Осуществлять какую-то функцию, перевозки, перевозки грузов, перевозки людей, это от этого зависит доходы, перевозки людей на эти предприятия, которые там находятся, на эти территории, там их очень много, и они говорят, что нам вот эта функция важна, а в дальнейшем эксплуатацию и использование этой дороги вы можете взять на себя, там можно вводить целый ряд других задач, за счет которых можно зарабатывать, получать неплохие прибыли, ввести эксплуатацию, а это все доходы, дорогие друзья, доходы в головную компанию, в компанию, которая управляет проектом на стадии строительства, а дальше начинает заниматься ее эксплуатацией, и таким образом смотрится, кто будет финансировать, что зависит от заказчика, от заказчика зависит Евгений в первую очередь условия, он закладывает условия, сколько людей, куда перевезти, сколько грузов, между какими точками, сколько остановок сделать, зачем ему это надо, это в первую очередь, он дает тоже так называемые первые исходные условия проекта, как правило. На каком этапе от него придут деньги, ну вот я уже видимо вам объяснил слегка, данные. Так, не понял, так Евгений, так зачем нам не серьезные заказчики, нет, ну не серьезные заказчики, они нам не нужны, дело в том, что не является тот не серьезным заказчиком, ведь понимаете, если я приду к инвестору и скажу, что, слушай, давай построим из точки А в точку Б дорогу, он скажет, а кому это нужно? Что мы им ответим? КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...